всем привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас один из любимых рецептов слоеного теста без дрожжевого слоеного теста на нашем канале мы его готовили очень 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 давно приблизительно 5-6 лет тому назад и вот сегодня мы снова готовим готовим и грузинский хотя пусть слоеного дрожжевого теста для начала я мою миску просеиваю муку одна порция теста это на 1 килограмм муки и пол-литра жидкости я сначала просеиваю килограмм муки вот столько муки у нас получилось здесь ровно один килограмм и вот так я делаю небольшое углубление а теперь мы берем мерную колбу любую посуду где есть вот такая вот мерная шкала и сюда я добавляю желтки я взяла 3 яйца отделяю 3 желтка и все перекладываю в мою посуду в этом рецепте белки мы откладываем его не нам не понадобятся ну а теперь я сюда добавляю растительное масло я сюда добавляю пол чайной ложки соли пол чайной ложки лимонной кислоты или одна столовая ложка уксуса если у вас под рукой нет лимонной кислоты и все это я немного перемешаю долго перемешать не будем как смесь начнут эмульгироваться получится что-то типа майонеза а теперь я убираю лопатку и добавляем сюда холодной воды 500 миллилитров вот столько жидкости у нас должно получиться теперь всю жидкость я добавляю к муке а теперь начинаем завершим тесто вот так быстро просто без особой возни и заморочь мы замешиваем тесто для бездрожжевого слоеного теста тесто должно получиться средняя плотности и абсолютно не липнущая к рукам ну вот посмотрите какое тесто у нас получилось тесто средней плотности а теперь полученное тесто я делаю на три равные части я буду делить с помощью весов чтобы это было более точно ну а теперь каждую порцию я закатаю в колобок вот таких три колобка теста у меня получилось а теперь не оставляя их отдохнуть я должна буду раскатать прямоугольный пласт откладываю первые два колобка теста немного припыляю стол мукой и раскатываю прямоугольный пласт я раскатала первый колобок теста вот в такой вот прямоугольный пласт приблизительно толщиной вот так вот около пяти миллиметров ну а на три колобка теста я взяла три порции маргарина слоеное тесто рекомендую готовить на маргарине маргарин должен быть немного мягким берите проверенный качественный маргарин или маргарин который предназначен именно для приготовления слоеного теста и весь маргарин вот так может быть чуть-чуть небрежно я распределяю по середине а теперь первую порцию маргарина я вот так вот распределяю по середине нашего прямоугольного пласта на 1 килограмм муки и пол литра воды мы берем 600 граммов маргарина то есть по 200 грамм на каждый колобок теста ну а теперь мы закрываем весь наш маргарин этот рецепт проверенный временем готовлю очень-очень много лет он никогда не подводит и результат превзойдет все ваши ожидания вот так вот я складываю как мы обычно готовим все слоеные заготовки но я перекладываю в полиэтиленный пакет ставлю в холодильник минимум на 30 минут ни в коем случае не оставляйте на кухонном столе ну а процессе раскатывания я объясню причину я ставлю в холодильник и перехожу по второму колоку теста и снова совсем чуть-чуть вот так вот припыляю стол мукой и начинаю раскатывать второй колобок теста дело в том что если вы оставляете на кухонном столе не важно лето это или зима холодно у вас есть все равно маргарин или масло и если вы готовите с маслом внутри заготовки он становится еще мягче и работать будет сложнее то есть ту слоеную заготовку которую оставляете отдохнуть ее надо будет снова раскатать и при раскатывании так как масло уже очень мягко масло обязательно найдет место откуда вывести и потом становится очень сложно работает рабочая поверхность становится жирной а если мы ставим в холодильник в любом случае тесто еще остается мягким а масло внутри застывает работать будет легко просто и очень удобно и вот снова я раскатала вот такой вот прямоугольный пласт размер я не соблюдаю у меня силиконовая скатерть размером 45 на 65 ориентируйтесь вот так вот я раскатала а теперь беру а теперь беру вторую порцию маргарина и вот как предыдущем случае я распределяю маргарин по середине прямоугольного пласта будем формовать нашу заготовку точно таким же способом как в предыдущем случае складываем вот таким вот образом закрываем наш слой маргарина вот этим вот так вот снизу и сверху эту заготовку снова в холодильник ни в коем случае не на столе есть хотите упростить себя работу ну и точно также я проделаю с третьим колоком тесто вот последний колобок теста я раскатываю это первое что я обязательно рекомендую что в маргарине в коем случае не был очень мягким и не оставляйте слоеную заготовку на столе чтобы было комфортно и удобно работать ну а второе рекомендую обязательно брать маргарин маргарин который предназначен для слоеного теста ни в коем случае не берите масло с маслом может быть вкуснее но масло от частично впитывается в тесто и свои не будут таким выраженными не получите ожидаемый результат ну вот я заканчиваю формовать третью слоеную заготовку снова перекладываю в холодильник и самое сложное мы уже сделали все остальное это тело времени все делается очень быстро маргарина мы больше не используем мы просто будем брать карту заготовку немного ее раскатывать раскатываем и складываем вот точно такую же заготовку я скоро перехожу самый первый и продолжаю раскатывать это готовится очень легко быстро самый простой быстрый способ приготовления слоеного теста ну вот я первую заготовку достаю из холодильника масло внутри застыло но при этом тесто еще немного мягко его можно раскатывать и я раскатываю прямоугольный пласт и складываю уже без маргарина точно так же как мы складывали в предыдущем случае вот так вот три раза мы складываем наши заготовки после чего будем формовать нашу выпечку и все остальные я буду раскатывать и складывать аналогичным способом я закончила раскатывать и складывать наши заготовки второй раз я закончила третий раз складывать все три заготовки последний раз там в холодильник но а за это время я приготовлю начинку и покажу как я это делаю непосредственно перед формовкой после того как мы три раза сложили наши слоеные заготовки мы приготовим начинку для начинки у меня творог творог берем повышенной жирности или можно добавить небольшой кусочек сливочного масла а также для начинки я взяла два вида сыра для хачапури желательно брать молодые мало соленые кавказские сыры поэтому при необходимости можно начинку посолить то есть сначала проверяем на вкус и если считаете нужно то начинку можно посолить у меня два вида сыра натираю на крупной терке и добавляем в миску вот так вот первый сыр я уже натерла все добавляю начинку и беру второй кусочек сыра и снова натираю на терке ну и с этим сыром я тоже закончила добавляем начинку а теперь все это я руками должна буду хорошо перемешать вы можете взять сыр сулугуни любые кавказские сыры сюда подойдет можете взять даже брызу получается тоже очень вкусно ну я всегда для хачапури вот так вот готовлю начинку все хорошо перемешаем вот такая вот начинку у нас должна получиться обязательно проверяем на вкус и если считаете нужным начинку можно немного посолить еще хорошо перемешаем начинка готова и я перехожу к тесту тесто готово начинка готова и мы начинаем формовать наш хачапури немного припыляю стол и нашу слоеную заготовку мукой и начинаем раскатывать мы снова раскатываем прямоугольный пласт приблизительно толщиной 67 миллиметров из каждой слоеной заготовки у нас получится 6 больших хачапури ну вот такой вот прямоугольный пласт у нас получился теперь я отрезаю края это для того что наши слои хорошо раскрылись все эти обрезки я снова складываю друг на другу и буду формовать и буду формовать хачапури ну а теперь наш пласт мы делим на квадратные заготовки можно предварительно сделать метки чтобы удобно было отрезать вот такие 6 квадратные заготовки у нас получился теперь я беру начинку и вот так вот в центр каждой заготовки выкладываю начинку и немного распределяем если вы готовите хачапури в виде конвертов то можно начинку распределить по по середине по самому центру а если вы будете формовать в виде треугольников как сегодня делаю я то распределяем распределяем вот таким вот образом то ли сначала по диагонали и вот так на один угол и последнее что нам осталось складываем вот таким вот образом не получаем хачапури в виде треугольников из каждой слоеные заготовки получается 6 вот таких вот больших хачапури они еще раскроются увеличится в объеме я обязательно покажу что у меня получилось я их перекладываю на противень предварительно смазанной растительным маслом и продолжаю формовать хотя пули а и я закончила формовать все заготовки и перехожу к обрезкам здесь каждая квадратная заготовка была стороной 12 сантиметров и я переношу их на противень вот два таких больших противень у училась не считаете хотя поле которую мы приготовили из обрезков и последнее что нам осталось это смазать желтком я взяла один желток сюда добавляю одну чайную ложку сметаны можно разбавить с молоком ну а теперь я все хорошо перемешаю и смажу верх наших заготовок и последнее что нам осталось разогреваем духовку до температуры 200 градусов ставим духовку на 20 минут смотрите по своей духовке я вот такой закончу смазали желтком и в самом конце покажу что у меня получилось но я первый противень уже поместила в духовку за это время смажу желтком 2 противень и я покажу в конце что у меня получилось поюзти вы еще не успеете достать 2 против как первый противень уже сметаются стола мгновенно вот два больших таких противень мы сегодня приготовили это самый любимый лицей слоеного тесто Готовить можно как соленую, так и сладкую выпечку. Получается и красиво, и вкусно. Выпечка еще очень горячая. Посмотрите, какие слои у нас получились. Это не только красиво, это очень вкусно. Ну, а я хочу показать, какая слоистая она получилась. Ну, вот такая вот красота у нас получилась. И вот так она выглядит в разломе. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну, а если вам понравился наш сегодняшний рецепт, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Всегда ваша домашняя кулинария. Пока!